кстати очень сложно не есть но это возможно есть кстати молочная диета если вы сидите на одном молоке то можно походить по-моему до 7 килограмм попробуйте а я кстати смотрела интервью собчака блинов как спрашивает мое мнение вы знаете ну я считаю что собчак просто пыталась где-то не знаю вытащить какой-то негатив из блиновской пыталась где-то ее в чем-то подстегнуть подковырнуть плюс лена видимо с агрессии как-то очень ну ждала этот подвох и поэтому не на все вопросы ну скажем так адекватно реагировал но в целом я считаю что нормальное вообще интервью было и для носка все по факту говорила не знаю я слышу что в интернете очень много это обсуждает сейчас но я не могу понять что ну типа что вы ждали я чё это такое кто поменял мне тут все мое вот у меня тоже окружающие задавливают когда замуж такая чё задавливать я понять не могу ну типа чё там делать знаете что по статистике писать 25 процентов браков разваливаются что остальные 25 процентов абсолютно несчастливы чё там делать в этом браке можете мне объяснить типа чё родить ребенка поставить галочку я молодец или что где можно понюхать например дьявольскую интригу или бакарат и не знаю что за дьявольская интрига то бакарат в магазине где уйдет но если вы в большом городе живете на кстати мурманске по моему нигде бакарат оригинал не продается вот атаку в москве в питере я думаю можно понюхать если вы из такого же колхоза как и я то нигде ты думаешь бады помогают блин я не знаю бывают такие сбои гормональные что они бады не помогут ничего не поможет куда же я знаю же не брать квартиру сгибаю дати когда нужно в этом бурбанске говорю этот холода даже лучше заложила мне кажется или то что давление атмосферное падает знаете вообще такая беда с погодой в мурманске вот те кто здесь родился они могут нормально ну это как бы с трудом а вот те кто еще приезжают это вообще мне кажется для них 50 килограмм где-то вешал включаем по эфирам когда ты красилась а я сейчас на рутубе я веду эти эфиры все мне там роль ну выходят видео по 15 минут вот поэтому можете зайти посмотреть маргош точка л кстати тоже так и называется на рутубе поэтому подписывайтесь сейчас после праздников я буду снимать ролики буду разыгрывать денежные призы тоже там на моем канале поэтому смотрите ролики буду задавать вопросы исходя из них и кто-то может получать денежки подписывайтесь на мой канал на рутубе но там вообще в принципе бьюти лайфхаки всякие прикольные если у вас есть идеи каких-нибудь лайфхаков то взять на мучитель дизект самое интересное я там опубликую смотрит 109 человек всего прямой эфиром у меня просто этот как это теневой на прямые эфиры поэтому и смотрит так мало уже кстати очень давно незнакомая пилобали какие-то очень похудела густая любви сейчас вообще никто не лайкает если вы этого не знали я вообще просто пролистываю ленту мне до фонаря кто чё выкладывает я ничего не лайкаю также и подписчики уже смотреть ой блюд просмотры просмотры stories reels ну и видео просмотры это реально говорит о том если люди в профиле или нету лайки крутится с помощью с помощью серверов очень легко вместе с комментариями кстати вот те блогеры которых по удаляли в инсте скорее всего они пользовались этими всеми сервисами сторонними потому что покажите мне 100 тысяч адекватных человек которые будут сидеть и лайки ставить бесконечно на фотке это бред и и и и и ну ладно больше вопросов нету а я не знаю мне аборт вместе со снаряжением и совсем дима подарил которыми в москве жила я вообще не знаю сколько это стоит если честно надо у него спросить я живу недалеко от мурманска приехал сюда недавно хотел найти хорошего косметолога вспомнила про вас написала в личку вы наверное пропустили может здесь ответить и пожалуйста что хочу сказать что в мурманске очень мало врачей косметологов у нас одни практически медсестры это девочки без высшего образования которые окончили просто медицинский колледж и занимаются инъекциями ну скажем так наверное в тихую вот поэтому порекомендовать прям косметолога врача и меня нету такой возможности потому что я знаю что у нас просто нету таких косметологов ну может быть они есть но я них не знаю вот но есть неплохие конечно медсестрички которые ну где-то там что-то подкалывают которые учатся сейчас на врачей поэтому я рекомендации оставлять не буду к сожалению дима мне снаряжение сначала не отдал а потом мы с ним списались и он отправил него помощница отправила мне сноуборд он даже за доставку все заплатил нормальный мужик вообще мы с ним дружим кстати очень хорошо общаемся и откуда в питер ездила мы виделись с ним ведь подумай вести кулинарный блок обязательно ой же тебе снежин не так очень красивый на руке браслеты где можно купить она у меня номинейшн браслет тиффани браслет и этот той 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 с мишка вот видите с медвежонком нету смотря какому что вы хотите сделать просто видите у нас очень много косметологов вот они берут ну типа вот уколоть да потому что это бабки там ботекс поставить они тоже берут а вот как ты говоришь а можно ли вот по уходу что-нибудь да там масочки какой-то скрабик сделать пилинг они как бы не берутся потому что это стоит не особо дорого типа ну вот я не знаю я не нашла там хороших суперских врачей поэтому я не могу вам порекомендовать медсестры да есть но это это не косметолог косметолог не может быть медсестрой это помощник косметолога ну таких могу посоветовать посоветовать ой приветики всем ну лиза сухого хороший она хорошо колет но она не врач а медсестра нет я в мурманске ресницы нарастила четыре недели назад перед новым годом до сих пор не отвалились еще бесит уже не могу в разные стороны не знаю как их снять салютики все кто пришел в эфир мурманске ну не жарко кстати несколько новости в сочи слышали что уже этот мимоза зацвела офигеть да тепло она же обычно марте появляется у вас мурманске есть комплексы со склонами где можно покататься есть да но они очень смешные у нас есть в кировске до кировска где-то два часа ехать примерно там есть классный курорт прям горнолыжный можно кататься на борде на лыжах и там вообще и отель классный есть домики можно снять и реестр крутой вообще в горах ну рекомендую и в до апатит можно долететь кстати на самолете ну прям в этот горнолыжный курорт то есть не мурманск а прям в апатит это рядышком и от апатит до кировска доехать тоже недавно нарастил ресницы бесит а я уже столько не наращивал думаю да наращу мне не понравилось как мне нарастили не то что я хотела но быстро но не то добавить цепочку ок машина вожу салютики все комфортно а чё вы делаете а ребят чё вот вы делаете дома москву не собираюсь ой кто мне из блогеров россия на них подписано в этом инстаграме нет в северодвинск не планирую но я в отпуске просто жалко что вы нести я стала выкладывать мало скоро будете креститься чтобы меньше было мое все хорошо что переболели короной корона это жестко выздоравливаете но очень сложный аммунитет потом обратно поднять очень сложно ой диванная жизнь вообще она такая знаете ли какой климат мурманске ветра сильная но бывают очень сильная погода вообще очень переменчива зимой но у нас крайний север почитайте в интернете марго что до сих пор мечтаешь о богатой жизни что-то изменилось до сих пор смотреть кто смотрит меня сейчас Инстаграм сделала бы, да, вот Поиск, чтобы по поиску ввести Там такой-то смотрел меня Это вот у кого сто Сто просмотров, там, тот может Легко посмотреть, да, кто тебя попалил В сторис, а я вот, например, не могу Найти того, ну вот Типа, интересно, этот паренечек Посмотрел мои сторис или нет Вы поняли, да? А плет с фотками у Димы остался Я думаю, что, ну вообще изначально, да Мне кажется, он его выкинул, конечно же Дима, кстати, закрыл свой бизнес С арендой авто И теперь Очень успешно занимается Валберисом У меня рост 170 Кто такой Дима? Ну, бывший мой Димулечка В Москве Че забыли? Любовь у нас была У Димы в Питере квартира В Москве снимает Что-то, по-моему, около 90 тысяч Где он живет Но это евро-двушка Это было после проекта А тяжело выходить в прямой эфир Начинающим блогерам Да че тяжелого? Вышли, да и разговариваете Вопросы задают, отвечаете Не задают, уходите И все Че тяжелого? На лайте, на расслабоне Мне очень интересно Почему многие смотрят и молчат А че им говорить? Они просто так вот включили У них там идет что-нибудь Например, гладят вещи Вот как девочка написала И все Кто-то разговаривает О фоде Безумно красивая девушка Ой, спасибо Спасибо за внимание Вот так все нормально С мужиками Здесь вообще проблема С мужиками Здесь Куда не погляди Динозавр Маргоша, иди спи А че это спать? Я не хочу спать Где и кем работаете? Уж праздновает Старый Новый Год Ой, не знаю Может и буду Вы, кстати, знаете, что к нам в Мурманск Маругу прилетает? Маругу Мне ну очень нравится Я бы сходила По любви только если Как и в Питере Не, я не передумала Я просто не знаю Как вот В каком районе Че там и так далее Я думаю Почему мы с ним так не общались Когда жили вместе Ну у нас карантин наступил Чуть-чуть Это перекрыло Сложно было Карантин В Питере Питере пять районов Ну, это я тоже знаю Что там пять районов Важно Важно Так, ну ладно Ребяточки Да, я вообще себя высокомерно не считаю Но почему-то люди думают Что я высокомерная Ну вот кто меня лично не знает А просто через Инстаграм Так считают Но это неправда вообще Далеко Я не знаю почему так кажется вам Так Я в Мурманске Так, ну что, ребят Короче Я отключаюсь Может быть Еще к вам выйду как-нибудь Люблю, целую Пока